В последние годы ни одна из локальных войн не обходилась без применения беспилотной авиации. Интерес к БПЛА растет во всем мире. Очевидно, что за этим вооружением будущее. При этом палитра представленных на военном рынке беспилотников очень велика, от совсем крошечных разведывательных аппаратов до крупных ударных беспилотников, которые по своей геометрии сопоставимы с традиционными самолетами. Военный конфликт в Нагорном Карабахе, очередное обострение которого началось 27 сентября 2020 года, уже стал настоящей войной дронов. Ярким визуальным символом конфликта стали записи ударов беспилотников, которые регулярно публикуют Министерство обороны Азербайджана. Беспилотники, которые поражают самые разные наземные цели, стали одним из символов войны и помогают азербайджанской армии добиваться успехов на поле боя. Широко расходящиеся в социальных сетях и на форумах кадры с азербайджанских БПЛА играют существенную роль и в информационной войне. При этом палитра применяемых Азербайджаном беспилотников разнообразна. Здесь и разведывательные БПЛА, которые обеспечивают целеуказания и записи с ударных беспилотников и кадры, переданные барражирующими боеприпасами, которые известны также как дроны Камикадзе. При этом самым известным и часто упоминаемым в прессе в связи с этим конфликтом беспилотником уже стал турецкий ударный БПЛА Байрактар. Ударный беспилотник Байрактар ТБ-2 был разработан турецкой компанией Бейкер Макина, которая была основана в 1984 году. В первые годы своего существования компания специализировалась на производстве автомобильного оборудования и автомобильных компонентов, но с 2000 года занялась работами в области авиастроения. Сегодня это ведущий производитель беспилотных летательных аппаратов в Турции, а также одна из ведущих компаний в сфере создания систем искусственного интеллекта в стране. Сегодня в компании работает 1100 сотрудников, а общее количество произведенных беспилотников перевалило за 400 единиц. Начав в 2000 году первые исследования и разработки в области создания беспилотных авиационных систем, компания уже в 2004 году провела первые автономные летные испытания с использованием собственных электронных и программных систем управления. В 2005 году состоялась демонстрация первого миниатюрного беспилотника компании Bayraktar Mini, а в следующем году было развернуто его производство. Разработка собственного проекта ударного беспилотника началась в конце 2000-х годов. Первые автономные летные испытания ударного беспилотника, получившего обозначение Bayraktar TB2, прошли в 2014 году. В том же году начались поставки первых комплектов БПЛА вооруженным силам Турции. Помимо армии, данные беспилотники эксплуатируются также в турецкой полиции. Одной из гражданских сфер применения беспилотников является мониторинг лесных пожаров и помощь спасателям. В настоящее время данная модель состоит на вооружении Турции, а также экспортируется в Катар, первый иностранный покупатель, Украину и по всей видимости, в Азербайджан. Вооруженные силы Азербайджана официально объявили о готовности приобрести турецкие ударные беспилотники в июне 2020 года. Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 относится к классу тактических средневысотных БПЛА с большой продолжительностью полета. Авиационные эксперты отмечают, что данная разработка отличается более современной системой управления и программного обеспечения, чем израильский беспилотник Херон. Новый турецкий БПЛА в состоянии решать задачи разведки, наблюдения, а также проводить атаки наземных целей. Имеющийся на Bayraktar TB2 комплекс авионики обеспечивает аппарату полностью автономную рулежку, взлет, посадку и полет. Для Турции данный беспилотник стал знаковым, так как стал первым БПЛА, поставленным на экспорт. По данным сайта компании-производителя, в Турции уже используется как минимум 110 подобных летательных аппаратов, общий налет которых превысил 200 тысяч часов. Также данному летательному аппарату принадлежит турецкий рекорд по продолжительности полета – 27 часов и 3 минуты. Стандартным комплектом поставки БПЛА является беспилотный авиационный комплекс из шести беспилотников Bayraktar TB2, двух наземных станций управления, комплекта средств технического обслуживания и электропитания. Внешний Bayraktar представляет собой летательный аппарат с прямым крылом большого удлинения и не убирающимся трехстоечным шасси убирается только передняя стойка. Размах крыла беспилотника составляет 12 метров. Хвостовое оперение БПЛА выполнено в форме перевернутой буквы V, максимальная длина аппарата – 6,5 метра, высота – 2,2 метра. Планер беспилотника выполнен из современных композитных материалов, большая часть из углепластика. Бортовое оборудование БПЛА Bayraktar TB2 представлено электрооптической инфракрасной камерами, лазерным дальномером и целеуказателем. Максимальный взлетный вес ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2 составляет 650 кг, масса полезной нагрузки – до 150 кг, запас топлива на борту аппарата – 300 литров бензина. Ударный беспилотник имеет четыре точки подвески, на которых могут быть расположены четыре управляемых авиабомбы с лазерной системой наведения. Беспилотник комплектуется поршневым авиационным мотором Ratax 912 с толкающим воздушным винтом, максимальная мощность двигателя составляет 100 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы обеспечить БПЛА максимальную скорость полета – 120 узлов, 220 км в час, крейсерская скорость полета – 70 узлов, 130 км в час. Заявленный разработчиками практический потолок беспилотника составляет 27 000 футов, 8230 метров, рабочая высота – 18 000 футов, 5 500 метров. Максимальная продолжительность полета аппарата может достигать 27 часов. Ударные беспилотные летательные аппараты «Байрактар-ТБ-2» имеют под крылом четыре точки подвески и могут нести до четырех микробоеприпасов, специально разработанных для использования СБПЛА. «Байрактар-ТБ-2» может нести планирующие боеприпасы с лазерной системой наведения на цель – МЭМ-Л и МЭМС. В свое время управляемая авиабомба МЭМ-Л разрабатывалась как вариант ракеты ПТРК дальнего действия «Эл-Амтес». От базовой версии авиационный боеприпас отличается отсутствием ракетного двигателя и более развитым оперением, позволяющим планировать на цель. Авиационные боеприпасы для «Байрактара» были созданы крупным турецким производителем ракетного оружия – компанией «Рокетсен». Они представляют собой планирующие высокоточные малогабаритные боеприпасы с искусственным интеллектом, которые специально разрабатывались для использования СБПЛА, легких штурмовиков, а также использования на различных воздушных платформах малой грузоподъемности. Боеприпасы в состоянии эффективно поражать как стационарные, так и движущиеся цели. Оба боеприпаса оснащены лазерной системой наведения на цель – полуактивный лазер. Согласно официальной информации разработчика боеприпасов, МЭМ-Л может оснащаться тремя типами боеголовок. Осколочно-фугасный, термобарический и тандемный, противотанковый вариант. Вес боеприпаса составляет 22 кг, длина – 1 м, диаметр – 160 мм. Дальность действия – 8 км. Масса боевой части для боеприпаса МЭМ-Л оценивается в 8-10 кг. Планирующий боеприпас МЭМС отличается еще меньшими размерами и может нести два типа боеголовок – осколочно-фугасную многоцелевую боевую часть. Вес боеприпаса МЭМС составляет 6,5 кг, длина – 970 мм, диаметр – 70 мм. Дальность действия – 8 км. Ближний Восток и Закавказье всегда будут выгодным рынком для производителей вооружения и кажется, что в Турции это понимают весьма отчетливо. Помимо действительно неплохого ударного беспилотника у них получается делать прекрасную рекламу своему изделию. И они не стесняются использовать любые доступные средства для такой рекламы. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поддержите канал подпиской. Для меня это очень важно. А в дальнейшем вас ждет много интересного. Встретимся в следующем видео.